5, 4, 3, 2, 1, поехали! Здравствуйте! В эфире Детская служба новостей. Программа с интересными фактами, яркими сюжетами и путешествиями. Май и июнь – время отчетных концертов, когда юные танцоры, вокалисты и актеры показывают все, чему они научились за целый год. Это сезон праздников на сцене. Педагогам дарят цветы, а родители еле сдерживают слезы счастья. А наша съемочная группа снимает все самое лучшее и интересное. Сегодня мы в Новоалтайске, на выпускном празднике модельного агентства «Элита». А вам показалось, что это концерт танцевального коллектива? Почти верно. Ведь очень много времени воспитанницы этого модельного агентства проводят за изучением танцев, поскольку их руководитель Ксения Вельш – хореограф. То, что знает, она передает 73-м воспитанницам из рук в руки, из ног в ноги, ведь хореографии не учат по учебнику. Все танцевальные па, движения и переходы, сложные геометрические расстановки нужно показывать детям самой, помогать, контролировать, направлять и вдохновлять. И с этим Ксения отлично справляется. Зачем моделям нужны танцевальные постановки? Сейчас разберемся. Во-первых, занятия хореографии развивают чувство ритма, улучшают координацию, а также умение хорошо двигаться под различные стили музыки. Во-вторых, конечно, это развитие пластики, грации и гибкости, работа над осанкой, формирование красивой, стройной фигуры. Все это дает основу для роста уверенной в себе личности, а также здоровья, силы, элегантность походки, легкость в импровизации. Благодаря этому вы можете видеть, что показы модной одежды от агентства «Элита» — это всегда настоящее искусство. Гармония в движениях, точной хореографической лексике, геометрическом рисунке, который образуют юные участницы на сцене и подиуме. Это изучение хореографических комбинаций разных видов танца, которые впоследствии ребенок сможет применять в работе моделью, а также развитие таких навыков, как передача образов, сочетание танца с позированием. Конечно, хореография, являющаяся стержнем обучения, далеко не единственная дисциплина, которую познают юные модели. Также в программе обучение дефиле, актерское мастерство, фотопозирование, визаж, профессиональные фотосессии. Юные красавицы учатся чувствовать свое тело, уметь управлять им, выбирать наилучшие ракурсы и, как следствие, отлично выходить на фотографиях. Актерское мастерство помогает раскрепоститься, научиться различать и выражать разные эмоции, стать увереннее в себе. Большая воспитательная и культурная работа, которую проводит модельное агентство «Элита», приносит свои плоды. За четыре года существования его ученицы приняли участие в десятках городских мероприятий на крупных площадках города. Каждый год по несколько раз они проводят большие отчетные концерты во Дворце культуры, а также имеют серьезные публикации в журналах и победы на престижных конкурсах. Так, в 2017 году Элеонора Лисица стала победительницей краевого конкурса «Маленькая красавица Алтая-2017» в средней возрастной категории и получила приглашение на конкурс «Маленькая мисс России-2017». В этом же году Элеонора Лисица заняла третье место в конкурсе «The Young Photomodel of the World-2017». В 2018 году Марина Бурьян стала первой вице-мисс конкурса «Маленькая красавица Алтая-2018» в средней возрастной категории. Элеонора Лисица стала второй вице-мисс конкурса «Маленькая красавица Алтая-2018» и получила приглашение на конкурс «Лучшая детская модель России-2018». За последний год наш коллектив увеличился, что не может не радовать. Мы развиваемся, растем, покоряем новые вершины. Наши воспитанницы принимают участие в краевых конкурсах красоты, занимают призовые места. Очень приятно видеть успехи своих воспитанников, очень приятно видеть, как они развиваются, очень приятно видеть их заинтересованные горящие глаза. Несмотря на то, что некоторые у нас занимаются еще совсем короткий срок, ребятишки очень уверенно чувствуют себя на сцене. У нас нет каникул, ребятишки ходят с удовольствием в любое время года. У нас очень много приглашений, очень много площадок для выступлений, на которых мы раскрываем таланты наших юных звезд. Мы поздравляем модельное агентство с четырехлетием. Желаем, чтобы все загаданное исполнилось. Новых вам побед и свершений, юные красавицы! Сколько будет должен уметь приготовить семейлетний ребенок? Во-первых, завтраки, бутерброды и холодные закуски. Во-вторых, десерты. Можно украшать капкейки и пирожные с помощью взбитых сливок, ягод или тертого шоколада. А еще делать вкусные и красивые коктейли. Всему этому учит наша постоянная рубрика «Кулинарная суббота». Смотрите и повторяйте. Здравствуйте! В эфире телепроект «Кулинарная суббота». Это программа для тех, кто любит красиво и вкусно готовить. Сегодня на повестке дня салат под названием «Сова. Шоколадные роллы». Что хотят есть дети? Конечно, сладости. А что хотят родители, чтобы ели дети? Витамины, овощи. Тут возникает небольшая проблема. И мы сегодня постараемся ее решить. Попробуем оживить наш салат и придать ему характер. Итак, делаем очаровательную витаминную сову. Нам понадобятся огурцы, помидоры, листья салата, редис, перец, маслины и немного кукурузы. А теперь делаем аппликацию только из овощей. Это посложнее, ведь огурцы и помидоры скользят, к тарелке их не приклеишь. Нужна аккуратность и четкая последовательность действий. Наша программа полезна не меньше, чем овощи. Ведь в ней мы рассказываем интересные факты о продуктах. Русское название «огурец» пришло к нам из Древней Греции, где его назвали «огурос», что означает «незрелый», потому что он зеленый. А вот слово «помидор» в переводе с итальянского означает «золотое яблоко». Кстати, во многих странах мира томат считают фруктом. Красные сорта имеют больше питательных веществ по сравнению с желтыми. Если мы будем считать помидоры фруктами, то окажется, что это самый популярный фрукт в мире. Каждый год на планете выращивают свыше 60 миллионов тонн томатов. Это на 16 миллионов тонн больше, чем бананов. Яблоки занимают третье место в мире. Итак, все ли вы запомнили? Сначала для головы совы нужен помидор, на него два кружочка огурца, на них кружочки редиса и маслин. Так мы делаем голову с глазами. Затем огуречное туловище, желтые кукурузные перья, томатные крылья и ноги, салатную шевелюру, нос из перца. Кто-то скажет, что это не сова, а попугай? Пускай, зато столько витаминов, и дети их едят с удовольствием. Что в первую очередь приходит на ум, когда мы говорим о японской кухне? Конечно же, палочки, а потом роллы. Но те роллы, которые мы заказываем и едим, на самом деле изобрели в Америке. Поэтому многие из них и носят названия Калифорния и Филадельфия. Как только роллы стали популярны по всему миру, их стали делать из всего. Даже из фруктов и сладостей. Шоколадные роллы делают сложнее, чем рыбные. Во-первых, потому что ингредиенты очень вкусные и сложно их не есть. А во-вторых, для них нужно пожарить шоколадные блинчики. Что еще нам понадобится для роллов? Сливочно-творожный крем и фрукты. Фрукты различных видов. Может пригодиться шоколадный или вишневый топпинг. Из приспособлений кондитерский мешок и специальный коврик под названием Матисо. Сначала, конечно, давим крем и побольше не жалейте. Не размазывайте его, кладите смело, щедро, ведь это основа, серединка ваших будущих роллов. Затем выкладываем фрукты, заворачиваем блюдо и разрезаем. Звучит просто, на деле многим понадобилась помощь взрослых. Но это ничего, вместе даже веселее. Так что, дети, готовьте сами и вместе с семьей. Угощайте близких. Всем кулинарное до свидания. Зачем нужно актерское мастерство, если ты не актер? Телеведущему они пригодятся для выступления в эфире, чтобы рассказать эмоционально и интересно, не бояться камеры и уметь импровизировать. Но, кстати, это пригодится и обладателям других профессий. Учителям, вожатым, руководителям. А еще всем детям и мамам. Ведь на уроках актерского мастерства учат играть, перевоплощаться и не быть собой. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы сегодня рады приветствовать вас у нас в гостях. Здесь мы с ребятами разных возрастов от 3 до 17 лет занимаемся театральным искусством. Мы учим ребятишек вести себя правильно на сцене, разговаривать красиво, актерскому мастерству. Также у нас есть уроки по искусству грима. Мы танцуем, мы поем и, собственно, весело живем в нашем творческом доме. И сегодня мы с вами попробуем проникнуться вот этим таким замечательным словом, театром. Многое, конечно, мы сегодня с вами не сделаем, но постараемся, чтобы наше занятие было познавательным, увлекательным и интересным для вас. Театр – волшебное место, где нарушаются законы реальности и происходят необычные события и поразительные перевоплощения. Вы знаете, возможно, все. Даже молодой может стать старым, а старый может стать заново молодым. Вот, поэтому даже можно сделать из худенького, толстого с помощью там всяких накладок. Требуемый для роли образ создается с помощью костюма, освещения и, конечно же, грима. Что входит в это понятие и какие тайны скрываются за изменениями внешности героев – это мы сегодня и узнаем. А пока хорошенько запомните лица ребятишек, ведь вы их скоро не узнаете. Профессиональный актер Дмитрий Александров будет их гримировать. Поэтому театральный грим, он должен быть намного ярче, то есть он должен быть намного выразительней. Можно с помощью грима сделать из веселого грустного, из грустного сделать унылого человека. Потому что люди, как правило, лицо настолько удивительное у человека, и у каждого человека есть свое выражение, повседневное выражение. В театре есть еще такой жанр, как пантомима. Мимы всем вам знакомы, то есть, соответственно, этот жанр подразумевает у актера белое лицо. Как правило, грим – настолько интересная вещь в театре. Человек обязательно будет потеть, если спектакль динамичный. Но вот именно через этот грим, получается, капельки пота, они просачиваются через пору, и он просто стекает именно пот. Но при этом грим остается на лице. Что самое выразительное на лице? Наверняка вы скажете, что глаза, но нет. В гриме неймар – это брови. Именно они задают настроение всех оттенков. Ну, не знаю, такая хмурая, хмурая. В гриме – пантомиме, то есть, можно немного поэкспериментировать, какие-то штучки подрисовать интересные, ну, то есть, прям вот пофантазировать немного можно. Новые образы захватили ребятишек. Оказалось, что с другим лицом интереснее играть, рассматривать себя в зеркале, опускать и поднимать брови, кривить губы. А это и нужно актерам – шевелить лицом. Вам, людям, которые занимаются телевидением, особо, наверное, это важно, да, работать под своей мимикой. Сейчас мы говорим «Привет весело». А теперь грустно. Теперь пора сыграть сценки. Например, двух друзей, один из которых рад видеть другого, а второй не очень. Или, например, изобразить лимон. И потом берешь дольку и ешь его смачно. Или посетителя музея, который хочет отклупнуть кусочек краски с картины. Думает, да, она, видите, она думает, как бы, как бы, как бы. Боится, что вдруг ее заметят. Ну и, конечно, нужно обязательно показать телезрителя, который смотрит комедию и фильм ужасов. Если честно, мне очень понравилось сегодня с вами работать. Вы классные, потрясающие дети. У вас очень, прям, развито вот это чувство и актерское мастерство. Ну, с вами очень приятно и легко работать. Если вы любите музыку, но у вас нет ни слуха, ни голоса, то можно заниматься ударными. Потому что чувство ритма есть у каждого человека. А еще можно битбоксом. Тут даже барабан не нужен. Ты сам себе барабан. Раскрыть и развить в себе музыкальный талант очень приятно. Юные журналисты, это, конечно, не певцы и музыканты, но ребята смелые и артистичные. Каждый раз, снимая сюжеты, они многое пробуют сами. И готовить, и на лошадях кататься, и петь. И именно это делает телевидение таким замечательным. Привет, ребята! Сегодня вы в гостях у творческого пространства. У нас здесь проходят различного рода музыкальные занятия. Мы учим играть на барабанах, на гитаре, занятия битбоксом, фортепиано, вокал. Выбирайте все, что вам нравится, все, что вам интересно. Сегодня мы проведем небольшой мастер-класс для вас, и вы сами все попробуете. За ударными Александр Мазуров, битбокс исполняет Иван Корякин. Два музыканта, а смотрите, полноценная группа. Если для занятий вокалом или игры на фортепиано необходимо знание нот, то для ударных и битбокса не обязательно, поэтому с них и начнем. Смотри, у нас барабаны, в принципе, все элементарно. И вот бить вот сюда и вот сюда, правильно? Как бить? Берешь палочки. Как это берешь? Смотри, вот ты сейчас взял, кстати, правильно. То есть никогда не бери палочку вот так. Вот так вот, как будто ты дрова собираешься рубить. Нет, вот так, да. Отлично. Бьем, смотри, кончиком палочки. Попробуй. Ну-ка еще раз. Отлично. Начнем с того, что мы с тобой немножко свяжем твою ногу и твою руку. Играем. Ты же правша или левша? Правша. Правша. Смотри, мы сейчас подчередуем. Один раз ногой, один раз рукой. То есть... Давай сам. Вот, да. То есть чуть-чуть, дружку-дружку повыше подними. Ага. Давай. Отлично. У тебя ровные дольки между каждой ноткой. Так что молодец. Занятия на барабанной установке учат координации тела, развивают чувство ритма и память, силу, скорость и ловкость. А еще они заставляют оба полушария мозга трудиться на полную, потому что это сложно – орудовать двумя руками. Отдельно. Вместе. Отдельно. Вместе. Пробуй сам. Итак, раз, два, раз, два. Хорошо. Успокоить одну руку, вовремя вступить ногой, держать ритм. Проходит полчаса занятий, прежде чем у ребятишек начинает получаться. Но это большой прогресс. Теперь перейдем к битбоксу. Это те же барабаны, только без барабанов. Тебя как зовут? Говори. Попробуй сделай бочку. Бочка звучит так. Молодец. Молодец. Кстати, битбокс – отличное занятие на развитие четкой дикции. Оно разминает губы, щеки, язык, учит интонировать голосом. В общем, весь артикуляционный аппарат в действии. Это идет бит и голос. О, боже. А вот эталонный битбокс от Лева Курдюкова. Он занимается всего несколько месяцев, но уже большой молодец и даже придумывает свою музыку. Смотрите, как он повторяет на слух и рождается импровизация. Музыка. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь пора перейти к вокалу. Сначала разминка, а потом любимые хиты под микрофон. Ведь петь – это очень здорово. Это занятие всегда поднимает настроение. Главное – отбросить стеснение. ПЕСНЯ Модельное агентство «Элита» ведет набор детей в школу моделей от 3 до 18 лет. В программе обучение – хореография, дефиле, актерское мастерство, фотопозирование, визаж, профессиональные фотосессии. Основная задача, которую ставит модельное агентство «Элита» – это становление гармоничной, красивой, уверенной в себе личности, всестороннее развитие ребенка. Дети благодаря занятиям становятся не только пластичными, учатся владеть своим телом, приобретают красивую осанку и гибкость. Помимо этого, они становятся более жизнерадостными, развивают фантазию, в ходе игровых занятий учатся общаться между собой, побеждают свои комплексы. Здесь учащиеся получают самые разные навыки, которые пригодятся им не только в работе моделью, но и в обычной повседневной жизни. Поступить в модельное агентство «Элита» могут все желающие, независимо от параметров, опыта, внешности и профессиональных планов. Учащихся модельного агентства постоянно приглашают для рекламных съемок детских брендов и компаний. Скажем от души большое спасибо за кулинарные мастер-классы, отличную атмосферу, уютные залы, первоклассное обслуживание и просторные игровые зоны семейному кафе «Забава». Кстати, здесь любой ребенок и взрослый может не только записаться и поучаствовать в кулинарном мастер-классе, но и заказать интересную, яркую, праздничную программу. Краевой театральный центр «Чуди Китс» набирает ребятишек на летний интенсив «Я – актер». Курс состоит из занятий актерским мастерством, сценической речью, ритмикой и сценическим движением. Итогом обучения станет мини-спектакль, где каждый ребенок выступит со своим текстом в своей роли. Детская школа тележурналистики благодарит творческое пространство «База Карабаса» не только за чудесные мастер-классы, но и за волшебную музыкальную атмосферу. «База Карабаса» находится по адресу улицы Германа Титова, 1, офис 316. Сюда можно приходить не только на занятия, но и для самостоятельных репетиций с коллективом. Или, чтобы прийти в одиночестве и, например, записать свой альбом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!